Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Эрнест Хемингуэй Ожидание Читает Александр Водяной Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна. И я сразу увидел, что ему не здоровится. Его трясло. Лицо у него было бледное. И шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль. Что с тобой, малыш? У меня голова болит. Пойди, ляг в постель. Нет, я здоров. Ляг в постель. Я оденусь и приду к тебе. Но когда я сошел вниз, Мой девятилетний мальчуган, Уже одевшись, Сидел у камина, Совсем больной и жалкий. Я приложил ладонь ему к колбу И почувствовал, что у него жар. Ложись в постель, Сказал я. Ты болен? Я здоров, Сказал он. Пришел доктор И смелил мальчику температуру. Сколько? Спросил я. Сто два. Внизу доктор дал мне три разных лекарства В обладках разных цветов И сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, Другое слабительное, Третье против кислотности. Бациллы инфлуенции Могут существовать только в кислой среде, Пояснил доктор. По-видимому, в его практике Инфлуенция была делом самым обычным, И он сказал, что беспокоиться нечего, Лишь бы температура не поднялась выше 104. Эпидемия сейчас не сильная, Ничего серьезного нет. Надо только уберечь мальчика От воспаления легких. Вернувшись в детскую, Я записал температуру и часы, Когда какую обладку принимать, Почитать тебе. Хорошо, если хочешь, Сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное, Под глазами темные круги. Он лежал неподвижно, И был безучастен ко всему, Что делалось вокруг него. Я начал читать рассказы о пиратах, Харуда Пайла, Но видел, что он не слушает меня. Как ты себя чувствуешь, малыш? Спросил я. Пока все так же, Сказал он. Я сел в ногах кровати И стал читать про себя, Дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, что он уснет, Но, подняв глаза от книги, Поймал его взгляд, Какой-то странный взгляд, Устремленный на спинку кровати. Почему ты не попробуешь заснуть? Я разбужу тебя, Когда надо будет принять лекарство. Нет, Я лучше так полежу. Через несколько минут он сказал мне, «Папа, Если тебе неприятно, Ты лучше уйди». «Откуда ты взял, Что мне неприятно?» «Ну, Если потом будет неприятно, Так ты уйди отсюда». Я решил, что у него начинается легкий бред, И дав ему в одиннадцать часов лекарство, Вышел из комнаты. День стоял ясный, Холодный. Талый снег, Выпавший накануне, Успел подмерзнуть за ночь, И теперь Голые деревья, Кусты, Варешник, Трава и плеши голой земли, Были поддернуты Ледяной корочкой, Точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера, И пошел прогуляться по дороге, И вдоль замерзшей речки, Но на гладкой, Как стекло земле, Не то, что ходить, А стоять было трудно. Мой рыжий пес скользил, Лапы у него разъезжались, И я сам растянулся два раза, Да еще уронил ружье, И оно отлетело по льду в сторону. Из-под высокого глинистого берега, С новейшими над речкой кустами, Мы спугнули стаю куропаток, И я подстрелил двух в ту минуту, Когда они скрывались из виду За береговым откосом. Часть стая опустилась на деревья, Но большинство куропаток попряталось, И для того, чтобы снова поднять их, Мне пришлось несколько раз Подпрыгнуть на кучах Обледенелого валежника. Стоя на скользких, Пружинивших сучьях, Стрелять по взлетавшим куропаткам Было трудно, И я убил двух, По пятерым промазал, И отправился в обратный путь, Довольный, Что набрел на стаю Около самого дома, Радуясь, Что куропаток Хватит и на следующую Охоту. Дома мне сказали, Что мальчик никому не позволяет Входить в детскую. Не входите, Говорил он, Я не хочу, чтобы вы заразились. Я вошел к нему И увидел, что он лежит Все в том же положении, Такой же бледный, Только скулы Порозовели от жара, И по-прежнему, Не отрываясь, Моуча смотрит На спинку кровати. Я смерил ему температуру. Сколько? Около ста градусов, Ответил я. На самом деле термометр Показывал сто два и четыре десятых. А раньше было сто два, Спросил он. Кто тебе это сказал? Доктор, Температура у тебя невысокая, Сказал я. Беспокоиться нечего. Я не боюсь, Я не беспокоюсь. Только Не могу перестать думать. А ты не думай, Сказал я. Не надо волноваться. Я не волнуюсь, Сказал он, Глядя прямо перед собой. Видно было, Что он напрягает все силы, Чтобы сосредоточиться На какой-то мысли. Прими лекарство И запей водой. Ты думаешь, Это поможет? Конечно, поможет. Я сел около кровати, Открыл книгу про пиратов И начал читать. Но увидел, Что он не слушает меня. И остановился. Как по-твоему? Через сколько часов я умру? Спросил он. Что? Сколько мне еще осталось жить? Ты не умрешь. Что за глупости? Нет, я умру. Я слышал, Как он сказал, Сто два градуса. Ну что ты? Никто не умирает, А температура в сто два градуса. Что ты выдумываешь? Нет, Умирают. Я знаю. Во Франции Мальчики в школе говорили, Когда температура сорок четыре градуса, Человек умирает. А у меня Сто два. Он ждал смерти весь день. Ждал ее с девяти часов утра. Бедный малыш, Бедный малыш, Сказал я. Бедный мой малыш. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре Нормальная температура тридцать семь градусов, А на этом девяносто восемь. Это все равно, Как мили И километры. Ты это, наверное, знаешь? Ну, конечно, малыш, Сказал я. Это действительно Все равно, Как мили И километры. Помнишь, Если машина Прошла семьдесят миль, Сколько это километров? Сколько это километров? А, Сказал он. Но пристальность его взгляда, Устремленного на спинку кровати, Долго не ослабевала. Напряжение, В котором он держал себя, Тоже спало не сразу. Зато на следующий день Он совсем раскис, И то и дело Принимался плакать Из-за всякого пустяка. Это все равно, Как мили И километры. Если машина Прошла семьдесят миль, Сколько это километров? По концу, По концу, По концу, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...